Студия «Дебют» уже пять лет радует зрителей постановками. «Снежная королева», «Мольер», «Чехов» – ребята работают с разным материалом. Младшей театральной группе особенно пришелся по душе «Волшебник изумрудного города». Любимое с детства произведение оживало на сцене благодаря труду режиссера и юных актеров. На «Волшебник изумрудного города» мы сыграли уже несколько спектаклей. Приходит публика. Вы знаете, в этом году мы впервые ощутили, что мы играем не для папы и мам, а мы играем уже для публики. То есть мы становимся театром. У нас звучат третий звонок, и входят совершенно незнакомые люди. И ребятам, которые, конечно, интересуются, даже когда сидит бабушка, дедушка, тетя, дядя, это как бы понятно. А вот когда сидит публика, это, конечно, уже совсем другое дело. Вот это, наверное, самое приятное, такое волнующее ощущение от того, что сейчас происходит у нас в нашей студии. Главной проблемой, с которой столкнулась Наталья Примак – распределение ролей. Спросом пользовались персонажи второго плана. А вот играть главных героев ребята не хотели. Но мудрое слово режиссера помогло детям обрести новые образы. Я даже не ожидала, что я буду в главной роли, потому что я хотела другую роль. Какую ты роль хотела? Я хотела роль Татошки, но потом, когда я уже начала учить, мне попросили, чтобы я сыграла роль Эли, а другую девочку взяли в роль Татошки. Я думала, какую-нибудь другую сыграла роль. Вообще я хотела Гудвина, но потом, когда прозвучала бастина, я такая, ну, наверное, я буду играть именно ее. Мне очень понравилась эта роль, ну, сначала прямо. Изначально мне предложили роль Эли. Я долго думала, как ее сыграть, и решила, что я играла уже много хороших принцесс всяких. И думаю, что играть льва гораздо интереснее, чем Эли. Потому что он ведь по ходу пьесы меняется. Надо это показать. Один из самых интересных и загадочных персонажей сказки – великий и ужасный Гудвин. На самом деле он не волшебник, но умеет делать чудеса. Обожаю играть в этот спектакль. Я всегда мечтала сыграть в этом спектакле. Я даже не ожидала, что буду играть роль Гудвина. Гудвин – это очень хитрый персонаж. Он любит хитрить. Он, конечно, волшебник, но не настоящий. Конечно, его сюда занесло, и поэтому мне очень нравится играть. Волшебство, волшебная палочка. Музыкально-танцевальный спектакль «Волшебник изумрудного города» прошел на одном дыхании. Зрители дружно аплодировали актерам. Кстати, у театральной студии появились поклонники, которые не пропускают ни одного спектакля. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».